доброе утро дети меня слышно видно презентацию отлично у нас урок математики да сегодня 15 сентября классная работа тема 3 из раздела оценки арифметических действий называется оценка произведения оценка произведения запишите себе оценка произведения не слышно меня слышно до оценка произведения слышно егор добавь себе звук не слышно так достану сейчас посмотрю в каком классе тебе минус балл сделаю всякие тут не пишите хорошо дети мы только по поводу урока разговариваем хорошо итак на уроке мы сегодня с вами пройдем оценку произведения то есть научимся оценивать приблизительно произведения да посмотрите сразу посмотрите сразу на домашнюю работу сразу на домашнюю работу у вас будет первым нужно будет сделать оценивание произведений сегодня на уроке мы научимся это выполнять и 2 у вас будет я класс вот сейчас покажу как хорошо начнем с математического диктанта быстренько быстренько математический диктант да напишите м д читаю первое молодец читаю первое сумму чисел 80 и 60 уменьшите на два десятка у нас идет сумма чисел 80 и 60 нужно уменьшить на два десятка арсен 80 плюс 60 сколько будет на сумма чисел 80 и 60 нужно уменьшить на два десятка вот теперь правильный ответ вижу ага 120 да будет второе разность чисел 900 и 700 увеличьте на четыре десятка у нас есть разность чисел два числа 900 и 700 нужно узнать их разность а потом увеличить на четыре десятка вот правильно молодцы третье 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 запишите числа 593 и 600 какой из этих чисел больше и на сколько какое больше у нас есть два числа пятьсот девяносто три и 600 нас спрашивают какой из чисел больше и на сколько правильно четвертое 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 уменьшаемые восемьсот пятьдесят разность 300 чему равно вычитаемые то есть сколько у нас вычли да правильно молодец молодцы дальше пятое во сколько раз число 60 меньше четырехсот двадцати во сколько раз число 60 меньше четырехсот двадцати правильно молодцы дальше шестое представьте число сто двадцать девять в виде суммы разрядных слагаемых надо будет это число разложить на разряды и записать в виде суммы до разряда единицы десятки и сотни помню да у нас число сто двадцать девять молодец молодец седьмое правильно седьмое найдите частные чисел трехсот шестидесяти и шести седьмое нам нужно найти частные чисел трехсот шестидесяти и шести правильно правильно отлично восьмое найдите неизвестное слагаемое если другое слагаемое 20 а сумма 900 вот уже на ртаже ответила да правильно правильно девятое девятое произведение семьсот двадцать первый множитель восемь чему равен второй множитель молодцы и последнее десятое частная шесть делитель пятьдесят чему равно делимое вот уже вижу да частная шесть делитель пятьдесят чему равно делимое 300 правильно сравниваем ответы посмотрите в первом 120 второе 240 3 600 больше 500 и 593 на 7 4 550 5 7 раз шестое 100 плюс 20 и плюс 9 7 60 8 880 9 900 ой 90 да и 10 300 все у кого так молодцы поставьте себе плюсик умай проверь звук пожалуйста итак отлично тема урока тема урока оценка произведения посмотрите мы знаем с вами да что при уменьшении множителей не дописала скорей мы знаем да что при уменьшении множителей произведение уменьшается а при увеличении множителей произведение увеличивается да мы знаем что нам теперь чтобы найти нижнюю границу нужно уменьшить до число а чтобы найти верхнюю границу нужно его увеличить нужно его увеличить посмотрите при уменьшении множителей произведение уменьшается А при увеличении множителей увеличивается. Поэтому, чтобы найти нижнюю границу произведения, один или несколько множителей заменяют круглыми меньшими числами. Мы помним, да? А для нахождения верхней границы, наоборот, множители заменяют большими круглыми числами. Нет, слушаем. Вот этот примерчик можете записать. Вот эти два примера. Вот эти два примера можете записать. Но и параллельно меня слушайте. Я говорила вчера, да? Я говорила, да, вот эти два примера, вот где написано «примеры», их пишем, да. Два тут, видите, 50 на 7, ой, ну, 54 на 7, и второй 23 на 47 нужно будет умножить. Я вчера говорила, да, что у нас нижние и верхние границы нахождения похожи, да, идут похожи у умножения и сложения, а у вычитания и деления они не, ну, другие, да, там другой алгоритмы. А именно сложение и умножение мы ищем нижние границы, складываем меньшее с меньшим, да, с меньшим, или же умножаем меньшее на меньшее. А в верхних границах мы либо складываем, либо умножаем большее с большим, да. А в делении наоборот. Мы от меньшего вычитаем большее или же делим на большее. Это нижняя граница будет. А в большей границе, в верхней границе, мы большее делим на меньшее, либо же большее вычитаем, от большего в меньшее вычитаем, да. Я вас сейчас запутала, нет? Смотрите. Если двух, то однозначное не уменьшается. Да, смотрите. Вот в данном примере. Куда вернуть ислам? Дети, пожалуйста, отправьте ему. Отправьте, пожалуйста, исламу. Смотрите. Пример, да. Вот у нас 54 нужно умножить на 7. 54 нужно умножить на 7. Ай, ислам. Потом. 54 умножить на 7 нужно. Мы ищем нижнюю границу. Обратите внимание, у нас 7, оно однозначное. Мы не можем его никак округлить. Мы однозначные числа округлять не можем, да, в данном случае. Поэтому мы округляем только двухзначное число. В нижней границе мы округляем до меньшего ближнего круглого числа. То есть 54 будет 50. 7 остается неизменным. Да, то есть мы 50 умножаем на 7 и получаем 350. Да. Теперь берем верхнюю границу. Верхнюю границу. Мы 54 уже берем ближнее, ближнее, большее число, да, круглое. 54 округлить будет 60. Да. Смотрите, 60 умножим на 7 будет 420. Значит, у нас произведение чисел 54 и 7 имеет нижнюю границу 350 и верхнюю границу 420. Да, посмотрите на следующий пример. 23 нужно умножить на 47. Да. Нужно оценить, сделать прикидку, что больше, ну, меньше чего и больше чего, да, грубо говоря, вот так можно сказать. Ищем нижние границы. Мы меньшее умножаем на меньшее. То есть 23 округляем. Молодец. 23 мы округляем до нижнего числа, ближнего. Будет 20. А 47 округляем до 40. Умножаем 20 на 40, получим 800. Писать, конечно, пишем. Дети, вот эти примеры мы пишем. Теперь дальше. Ищем верхнюю границу. 23 умножить на 47. Округляем 23 до трех десятков, да, будет 30. Хорошо. Хорошо. 47. 47. Мы округляем до 50. Молодцы. Хорошо. Умножаем 30 на 50, будет 1500. Дети, кто включил микроскоп, выключите. Срочно выключите. Сейчас будет каша. Быстренько, быстренько. Не включайте микрофоны. Оскар, не балуйся. Итак. Обратите внимание на правило, да. При оценке произведения, где один из множителей представлен однозначным числом, находит границы произведения, заменяя близким круглым числом только один множитель, а однозначный множитель оставляет без изменения. Да, вот это то, о чем я говорила. А если трехзначная, трехзначная тоже округляется. Мы же умеем округлять. Например, если бы здесь было 254, мы бы написали бы в нижней границе 200. Мы бы написали 200, да. Ой, да, в нижней границе мы бы написали 200. А если оба трехзначные, вот как вот здесь, видите, здесь двузначные. 23 на 47. Мы просто их сделали двузначными, теми же самыми округлили. Если бы они были трехзначными, мы бы то же самое бы сделали. Здесь важно вспомнить, да, важно вспомнить, как умножать. Да, просто округляем. Ничего сложного в этом нет. Однозначные, двузначные, трехзначные, да хоть пятизначные будут. Можно просто округлить, да. А при умножении, при умножении, сейчас вот обратите внимание, да. Если кому-то трудно или забыли, да, при умножении круглых чисел, мы умножаем только начальные, да, цифры. Два на четыре мы умножим, а количество нулей мы просто дописываем. Если мы умножали 20 на 40, у каждого из этих чисел по одному нулю, то есть два нуля всего. Мы умножили дважды четыре, получили восемь, и два нуля просто дописали. Здесь то же самое. 30 на 50. Мы трижды пять делаем, получаем 15. И добавляем два нуля, получаем 1500. Вот этим не пугайтесь. Здесь то же самое. 60 умножить на 7. Мы делаем 6 и 7, получаем 42. И 0 добавляем. Хорошо? Дальше. Вот это тот слайд, который мы видели на оценке суммы, да. То есть мы сначала, чтобы найти, чтобы выполнить оценку суммы или... Нет, это не пишем. Это у вас уже есть. Вот это мы уже видели несколько раз, да. Несколько раз мы это видели. Мы просто вспоминаем. Смотрите, чтобы найти нижнюю границу, мы просто заменяем не меньшими близкими круглыми числами, а чтобы верхнюю близкими большими круглыми числами. А потом находим значение этих неравенств, да, точнее, ну не неравенств, находим значение этих произведений и записываем в виде двойного неравенства. Да, вот в виде двойного неравенства, вот оно, да. 23 умножить на 47 будет здесь. 23 на 47 больше 800, но меньше 1500. Хорошо? Это мы помним. Я говорила, сумма и произведения, да, оценка суммы и произведения, они одинаковые. С ними нет трудностей. Если вы поняли сумму, вы справитесь и с произведением. Выйдите. Итак, вот этот пример мы пишем. Вот этот пример мы пишем. Пишем. Нам нужно оценить произведение 38 на 45. Нам нужно 38 умножить на 45 и сделать оценку. Вот эти примеры пишем, записываем. Записываем. Я объясняю. Вы параллельно записываете. Хорошо? Смотрите, находим нижнюю границу. 38 округляем до близкого меньшего круглого числа. 38 будет 30, да, если мы округлим. Вот она, 30. 45 округляем, будет 40. До меньшего числа округляем, да. 30 на 40 получаем 1200. Как получили 1200? Мы просто 3 умножили на 4. Написали, получили 12. И вот здесь 1, 0. Вот еще 1, 0. 2, 0. Итого 1200. Хорошо? Теперь ищем верхнюю границу. Мы округляем до большего числа. До большего числа. 38 круглое число округляем будет 40. Да, вот оно 40. 45 округляем, будет 50. Писать, конечно. Пишем, дети. Пишем обязательно. Дальше. Дальше. Мы 4х5 делаем, получаем 20. И здесь по одному нулю, итого 2 нуля. Итого 2000. С этим справились? Я переключаю. Там еще примеры есть. Все, да, это легко. Это аналогично оцениванию суммы. Оцениванию суммы. Если мы то поняли, то и это сможем выполнить. Без проблем. Я переключаю. Отлично. Здесь уже, смотрите, трехзначное число с однозначным числом произведения. Нам нужно 261 умножить на 7. То есть сделать оценку этого произведения. Ищем нижнюю границу сначала. 261, нижнее близкое круглое число, будет 200. Округлили до меньшего числа. Будет 200. Семерка так и уходит сюда. Она не округляется. Мы умножаем 200 на 7. То есть дважды 7 будет 14. И два нуля спустили вот сюда. Теперь ищем верхнюю границу. Мы, смотрите, округлили 261 до большего круглого числа. Получили 300. 300, опять же, семерка переходит сюда. Она не округляется. Будет 300 умножить на 7. Делаем 3х7, будет 21. И два нуля приходят сюда. Обратите внимание, знак под знаком. Цифры под цифрами, да? Именно вот здесь касаемо. Чтобы у вас примеры не плясали. С этим все. Сейчас будем самостоятельно решать. А что, у нас уже времени мало? У нас еще 8 минут, да? Все, переключаю. Хорошо, переключаю. Вот это произведение вам нужно выполнить самостоятельно. Обратите внимание, в домашнем задании Амирхан фотографируй скорее. Что? Нет, нет, нет. Не дописали? Кто у вас самый первый пишет, фотографируйте и высылайте в группу. Если кто не дописал, потом место оставляйте и после урока будете смотреть и переписывать. Все. Егор, я переключаю. Итак, нам нужно решить вот такие, оценить, оценить данные произведения, да? Смотрите, тут говорится, найди границы, в которых заключены следующие суммы. Мы ищем нижние и верхние границы. В домашнем задании вам нужно будет сделать точно так же. Все три, сейчас работаем все три. Все три записываем и выполняем. В домашнем задании нужно будет сделать точно так же. Не просто в столбик умножить, а нужно будет расписать по границам. Я специально там в домашке сделала знаки больше, меньше, чтобы вы поняли, да? И не перепутали. Итак. Итак. Смотрите. Султан. Султан. Что как? Давайте найдем нижнюю границу. Султан, смотрите внимательно. Домашку я отправлю. Смотрите, нам нужно 54 умножить на 9. 54 нужно умножить на 9. Ищем нижнюю границу. Округляем до меньшего круглого числа. 54. Округляем. Будет 50. Значит, вот здесь мы пишем 50. Султан, внимательно уши вот так открой и слушай. 54 нужно умножить на 9. Округлили 54, получили 50. 50. Девятка, она сюда же и переходит. Мы ее никак, конечно, пишем. Мы ее никак не округляем. Ищем теперь верхнюю границу. Мы 54 округляем до большего числа круглого. Будет 60. Мы 60 умножаем на 9. 6 и 9, 54. Да? Да. Умножаем. 54 и 1, 0 сюда уходит. 540. Значит, здесь. А здесь 50 умножить на 9 будет 450. У нас, значит, произведение заключается в нижней границе будет 450, а верхняя 640. Да? Или сколько там? 540. 450 и 540. Б. Пример Б. Пример Б. Нам нужно сделать оценивание 27 и 50, ну, произведение 27 и 53. Ищем нижнюю границу. 27. Нижнее круглое число какое будет? Нижнее круглое число будет 20. Да? Не, мы все все делаем вместе. Давайте сейчас сегодня вместе сделаем. 27 округляем до нижнего числа. Будет 20. 53 округляем. Будет какое число? Я отправлю учителям, дети. 53. 50. Правильно. Мы, значит, 20 умножаем на 50. Будет 2х5. 10. И 2 нуля добавляется. Будет 1000. Да? Вот здесь, значит, 1000. Нижняя граница – 1000. Теперь ищем верхнюю границу. Верхнюю границу. Мы 27 округляем до большего круглого числа. 30. Правильно. А 53 до чего мы округлим? 53 до 60 мы округлим. Да? 30 мы, значит, будем умножать на 60. Правильно. Трижды 6 будет 18. И 2 нуля будет 1800. Вот. Смотрите. 1800. Да? Да? И последнее. Вместе. Кто не понял, смотрим еще раз внимательно. 871 нужно умножить на 25. Да? У нас дано произведение. Ищем нижнюю границу. Округляем. Округляем. 871 округляем сотнями. Да? Если у нас сотни идут, мы до сотен. Да? Это очень легко. Нужно просто внимательно послушать и понять. 871 округляем. Будет 800. 25 округляем. Будет 20. Умножаем. От вот этих чисел не пугайтесь, что они там пятизначными стали. Да? Это очень просто. Мы должны 8 умножить на 2. Будет 16. И количество нулей перенести сюда. Здесь у нас раз 0, 2 0, 3 0. Значит, в ответе у нас будет 3 0. Вот они. Да. Значит, 16 тысяч. Это будет нижняя граница. Теперь ищем верхнюю границу. Сейчас. Верхнюю границу ищем. Мы умножаем. Округляем точнее. 871 округляем. Будет 900. 25 округляем. Будет 30. Будет 30. Умножаем. 9 и 3 будет 27. И количество нулей переходит в произведение. Домашка тоже легкая. Вот. Сейчас. Быстренько, быстренько фотографируйте. Быстренько. Вы должны были вначале. Вы готовьтесь. А когда я говорю, а теперь посмотрите на домашние задания. Вы сразу вот так с телефонами сидите и фотографируете. Да. У вас будет первое оценивание, а второе Я-класс. В Я-классе будет много. И не забывайте, что нужно набирать баллы в Я-классе. Самостоятельно решайте что-нибудь. Угу. Все. Я переключаю назад. Все. Окей, отлично. Пример. Пример. Вот этот пример наш. Решаем. Все вместе. Пишем пример. Пишем пример. Сначала давайте поставим действие. Да? Хорошо. Спасибо. Расставим действие. Расставим действие. Кто не все, оставьте место. Не устно. Мы такое устно не решим. У нас же в голове калькуляторов нет. На листике пишем тогда, у кого тетради кончились. Итак, это выражение, да. Нам нужно будет расставить действие сначала. Где у нас будет первое действие? Что у нас есть в данном выражении? Что у нас есть? У нас есть скобка. Да? Скобка. Если у нас есть скобка, то скобка будет всегда первой. Так как у нас в скобке есть еще произведение, мы ставим первое действие над умножением. То есть 42 умножить на 1085 будет первое умножение. Первое действие. Второе действие. Второе действие будет в данной же скобке, не уходя у нас в вычитание. Это второе действие. Третье действие у нас идет слева направо. Вот смотрите, слева у нас первое стоит умножение. Сначала умножение и деление, дети. Деление, умножение, умножение и деление нет разницы. Но если оно стоит слева, то оно будет первым. У нас первое слева стоит умножение. Значит, оно будет третьим действием. Четвертое действие у нас деление. Пятое.